Всем привет! Сегодня 18 ноября, уже достаточно поздний вечер, половина одиннадцатого. Я весь день провел в офисе, уехал сюда утром один. Катя моталась по своим встречам, я вот сидел, работал за компьютером. Тяжелый сегодня отходняк. У меня так всегда бывает на следующий день, когда выкладываешься сильно на мероприятия. На другой день такое все сонное, даже кофе не спасает. Голос чувствуется такой подсевший немножечко от того, что много говорил. И так действительно громко, четко и много это сажает. Голос немножко подсаживает, точнее сказать. Поэтому провел день за компьютером. Сегодня какие у меня новости. Немножко разочаровал Хьюлит Пакет. Мне сегодня ответили не по моему официальному запросу насчет моего ремонта ноутбука. Ответили друзья именно, ну друзья друзей, которые добрались до руководства Хьюлит Пакет. И ответ был такой, что типа, если что-то не нравится, идите в полицию, разбирайтесь и так далее. То есть им вообще никакого дела нет до того, что кто-то своровал их бренд и выдает себя за официальный сервис. То есть меня больше даже не мошенники разочаровали, а HP. Ну я, конечно, в этой связи не жалею, что мой новый ноутбук это не HP, а MCI. В общем, день прошел в работе достаточно так продуктивно. Успел сделать сценарий, который давно был должен сделать на 30 ноября. И теперь у меня еще висит на мне 7 декабря день рождения ресторана, который тоже надо как-то собраться силами сделать. Параллельно так штурманул, очень много придумал интересных интерактивов для своих конкурсных программ. Потому что бывает, что в ходе мероприятия я как ведущий провожу разные конкурсы. И вот сегодня я так хорошо штурманул и очень много придумал неожиданно. Хотя в планах не было штурмовать, просто как-то оно само пошло. И я стал за собой записывать, созвонился с диджеем и говорю, давай все это теперь монтировать, готовить контент. С парковкой сегодня глухо, пришлось парковаться на улице. Ну, благо, что хотя бы за 40 рублей в час. Ну, за день я, наверное, рублей 300 спустил. Ладно, поеду домой. Выхожу на улицу из бизнес-центра Порт Плаза. Иду к машине. Сегодня еще что было интересного. Ну, так немножко, если это можно назвать помощью, помог одной девочке. Ко мне часто обращаются, чтобы я как... Ну, меня так воспринимают, что я блогер в Инстаграм. Чтобы я сделал там пост, репост, сториз опубликовал по поводу какой-нибудь благотворительности. И вот сегодня как раз мне написала бабушка одной девочки из Уфы, которой нужна помощь. И попросила опубликовать сториз. Ну, я без проблем, конечно, опубликовал. Мне в ответ написали столько добрых слов, благодарственных, как будто я эту девочку спас. А самое интересное, что все это, ну, на мой взгляд, уже настолько затирается, к сожалению. Потому что люди уже привыкают, что каждый день кто-то собирает деньги для кого-то. Кому-то нужна помощь. И это, не знаю, в какой-то степени даже затирает внимание и утрачивает свой какой-то определенный смысл. Потому что в качестве примера могу сказать, что я посмотрел статистику своей сториз за первый час. Там было порядка двухсот с чем-то просмотров. И при этом ни один человек не заинтересовался, даже не зашел на эту страничку. Я сделал активную ссылку на эту девочку, на ее страницу в Инстаграм. Никто даже не поинтересовался. Я не говорю, там перевел денег. А никто даже не зашел, не посмотрел, а кто это такая и что у нее там стряслось. Это я все рассказываю к тому, что, получается, люди счастливы, рады, что я дал им бесплатную рекламу, помощь. А по факту она на данный момент вообще не целесообразна. И от этого, конечно, не весело. В начале 12-го я уже оказался на подземном паркинге. Надеюсь, что там Катя мне приготовила вкусный ужин. И скорее надо отсыпаться, чтобы завтра с новыми силами бросаться в работу. В принципе, день не очень интересный. Сегодня у меня для блога, для тех, кто его смотрит. Потому что я бы вообще ничего сегодня не выкладывал. Но в этом-то и фишка моего блога 365. Что каждый день надо что-то показывать, рассказывать. И мне осталось додержаться совсем недолго. Уже меньше, чем полтора месяца осталось до нового 2020 года. И таким образом я законспектирую целый год своей жизни. Что мне уже, в принципе, практически удалось. Вот таким вот был этот день. 18 ноября 2019 года. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok